Всем привет! Я Анна Оськина и сегодня хочу поделиться с вами простым и интересным способом создать очаровательного ежика из полимерной глины. Ставь лайк, если нравятся мои видео и подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А мы начинаем! В работе я буду использовать мою любимую полимерную глину FIMO. Я беру бежевый цвет, подготавливаю его к работе, разминаю и делю на две части. Из одной части я буду делать голову, а из второй части тело. Катаю шарик и формирую этот шарик в капельку. То есть вытягиваю мордочку у ежика. Чтобы мне удобнее было работать, я вставляю мордочку ежика в зубочистку. За нее будет удобнее держать и делать детали, формировать мордочку. На голове я продавливаю два углубления, которые станут глазницей и будут формировать морду животного. Разглаживаю мордочку руками, чтобы не было никаких резких переходов. Чтобы все углубления были плавными и плавно перетекали одно в другое. Инструментом лопаточкой делаю небольшое углубление под носиком, чтобы сделать рот. Инструментом с шариком на конце делаю углубления для глаз ежика. Располагаю их, после этого начинаю работу над шерстью. Чтобы проще и удобнее было в дальнейшем уже делать следующие детали и присоединять тело и все остальные части. Шерсть на мордочке я веду от кончика, от носика по краям. То есть начинаю с носиком, провожу полосочки. Иду к глазам, глазницам, обвожу глаза. Формирую как бы вот эти вот полоски. Затем углубляю и делаю шерсть более мелкой, более подробной. По этим длинным направляющим. Обрабатываю только переднюю часть мордочки. После чего катаю маленькие черные шарики. Два поменьше и один чуть крупнее. Маленькие шарики вставляю в глазницы, которые сделала заранее. И черный большой шарик ставлю на кончик мордочки и он становится носиком. Вот такая милая мордочка у меня в результате получается. Перехожу к телу. Тело ежика я формирую из кусочка такого же размера, что и морду. Я катаю сначала в шарик. Затем у этого шарика делаю два более вытянутых края. Эти края они станут как бы лапами, ногами ежика. Началом его ног. Получается вот такая вот форма. Теперь беру два кусочка, катаю их в шарики. Шарики в длинненькие колбаски, которые станут лапками. Передние лапки чуть закругляю, делаю более обтекаемыми, чтобы все было ровненько, без излишних каких-то острых углов. Иголочкой делаю пальчики на лапках. Ставлю небольшую точечку и от этой точки веду вниз иголочку, то есть проделываю как бы бороздку. Точно таким же образом необходимо сделать лапки нижние, то есть ножки ежика, но они будут чуть короче и более приплюснутые. Я делаю форму капельки, чуть ее расплющиваю, продавливаю пальчики, тоже делаю три пальчика и получается форма лапки. Все лапки обязательно обрабатываю, чтобы у них была фактура шерсти. Это маленькие полоски, которые я делаю иголочкой по всем лапкам. Я делаю только с внешней стороны, потому что внутренняя часть лапки будет не видна, она будет присоединена к телу. Но те части, которые видны, конечно же я обрабатываю фактурой. Итак, у меня готова часть тела ежика, необходимо все это соединить. Голова у меня на зубочистке. Этой зубочисткой я делаю отверстие в теле ежика, после чего отрезаю кусочек зубочистки так, чтобы оставалась торчать небольшая часть. Чтобы эта часть соединяла голову и нижнюю часть тела. Вставляю голову в тело и примазываю одно к другому. Стараюсь не повредить. Если вы боитесь повредить голову, то ее необходимо перед тем, как вставить в тело, запечь. Полимерную глину можно запекать несколько раз, с ней ничего не случится. Но таким образом вы сохраните уже слепленные детали и не повредите их при дальнейшей работе. Я так и поступила. Чтобы объединить голову и тело, я кладу между ними небольшой кусочек полимерной глины, раскатанный в маленькую колбаску. Придавливаю и прижимаю, заглаживаю все соединения. После чего обрабатываю тело, делаю фактуру шерсти. Шерсть делаю мелкую, короткую, небольшими засечками, иголочкой. Присоединяю передние лапки, ставлю нижние и задние лапки. И объединяю всего ежичка. После чего ежика можно запечь 20 минут при температуре 120 градусов. После запекания перехожу к формированию иголочек. Для того, чтобы иголочки хорошо смотрелись, чтобы спинка ежика была округлая, я делаю дополнительный слой из полимерной глины. То есть получается такой некий панцирь. Делаю его такого же цвета, как и тело ежика. Я накладываю этот панцирь, хорошенечко его заглаживаю, чтобы он был гладкий, ровный, красивый. И уже на него буду укладывать, формировать иголочки. Для изготовления иголочек я буду использовать темно-коричневый цвет. Раскатываю его в пласт толщиной 1 мм. Этот пласт нарезаю на полосочки шириной 5-6 мм. И эти полосочки уже нарезаю на много-много маленьких треугольничков. Каждый из этих треугольничков станет иголочкой на спине ежика. Иголки я начинаю выкладывать с нижней части спины ежика. Там, где идет основание панциря. Иголки смотрят вниз, в сторону лапок ежика, в сторону его животика. Они сначала идут под ногами ежика, как бы под его телом нижней частью. Дальше я начинаю выкладывать эти иголочки рядами, поднимая все выше и выше. Укладываю их таким образом, чтобы они чуть-чуть топорщились. Они будут сами естественным образом торчать в разные стороны. Потому что они накладываются на нижний ряд. И каждый следующий верхний ряд будет смотреться чуть выше, чуть больше топорщиться, чем предыдущий ряд. Таким образом я поднимаю ряд за рядом, слой за слоем все эти иголочки, все эти слои. Выкладываю иголочки так, чтобы в результате они закрыли весь этот панцирь, который я наложила сзади, с задней стороны ежика. Если я подхожу этими иголочками к передней части ежика, к его лицу, к лапкам, то я укладываю их смотрящими в сторону, вперед. Так, чтобы они закрывали панцирь и чтобы они естественным образом обволакивали и как бы обнимали этого ежичка. Очень аккуратно прорабатываю лоб ежика. Там я делаю иголочки чуть-чуть загнутыми, чтобы они как бы нависали на лобик ежика. И конечно же не забываю про ушки. Для ушек я оставила два небольших местечка по краям ежика. И обязательно смазываю гелем жидкой полимерной глины, место присоединения ушек. Катаю два шарика. Шарики чуть расплющиваю в блинчики. Эти блинчики соединяю вместе, один из краев. И ставлю таким образом на место, где должны быть ушки ежика. Чуть прижимаю, чтобы они хорошо туда приклеились. Замазываю место соединения головы и ушек. И отправляю запекаться на 30 минут при температуре 120 градусов. После запекания я решила тонировать немножечко ежика. Я хочу тонировать немножко лапки и кончики иголочек. Тонирую акриловой краской. Темно-коричневым цветом я тонирую кончики лапок и кончики ушек ежика. Если вдруг вы взяли много краски, то излишки можно убрать влажной салфеткой. И обычно у всех ежиков иголочки имеют светлый цвет. Я решила этот светлый цвет добавить светло-серой акриловой краской. Таким образом я тонирую, окрашиваю все кончики иголочек на спинке ежика. И когда краска высохнет, ежик полностью готов. Ежик получился у меня милым и забавным. И я уверена, что он будет радовать меня еще долгое время. Не бойтесь экспериментировать с цветами и формами, чтобы создать своего уникального ежика. И я желаю вам творческих успехов и вдохновения. До новой встречи в моем новом видео.